Виртуальная вселенная вовсе не так дружелюбна, как мы привыкли думать. Это пространство, где живет все самое зловещее, что могло быть придумано человеком. Все самые темные стороны человеческой натуры выползают наружу и расправляют крылья. В виртуальной реальности у зла нет никаких преград. Оно творит все, что хочет. Гибнут сотни и тысячи людей, стираются в порошок города и страны, рекой льется кровь. Здесь выживают только сильнейшие. Мы представляем вам самые враждебные человеку грани виртуального измерения. Вы узнаете о том, кто горит лютой ненавистью к человечеству. Для кого людская жизнь – вопрос нескольких долларов. Кому ничего не стоит истребить целый народ и даже не вспомнить о его существовании. Вы поймете, что виртуальная реальность – это самое настоящее отражение ада на Земле. Знаете, видеоигры – это не игрушка. В эфире программа «Страшно интересная десятка» самых зубодробительных драк виртуального мира. Мужайтесь. В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. Когда спор подходит к своей критической точке и словесные аргументы кончаются, оппоненты прибегают к физической силе. Развязывается драка, и оба дерущихся мнят себя абсолютно правыми в этом противостоянии. Прямо сейчас вы увидите 10 наиболее кровавых драк игрового мира. Рэп-исполнители всегда отличались буйным нравом. И не только в реальном, но и в виртуальном мире. Появление в таблоидах новостей об очередной хулиганской выходке хип-хоп-звезды или драки в каком-нибудь баре уже никого не удивляют. Все привыкли к подобным выходкам. Однако, когда однажды глава одной из рекорд-компаний, специализирующейся на выпуске уличной музыки, был застрелен конкурентами, рэп-сообщество буквально перевернуло с ног на голову. Индустрию захлестнули жесткие разборки между звездами первой величины. 50 Cent, Redmond, Method Man, Lil Wayne – они все спустились со сцены, чтобы кулаками доказать свои права на кусок сладкого музыкального пирога. Офис издательской компании, автомойка, заправочная станция. Новоявленные бойцы устраивали битвы в первом попавшемся месте. Насилие стало способом решать деловые вопросы. Цивилизованный бизнес превратился в кровавый спорт. И конца этим разборкам не было видно. Кулачные бои в исполнении звезд рэп-музыки первой величины из Def Jam Icon из-за абсурдности происходящего получают 10-е место нашего списка. Быть молодым нелегко, это подтвердит любой. Быть молодым и хорошим еще труднее. Особенно это казалось Джимми Хопкинса, 15-летнего новичка старших классов школы Булвард. Его беспечная мамаша укатила в годовой круиз по случаю нового брака, оставив подростка на произвол судьбы, на попечение педагогов и полиции. В новой школе парень моментально начал вляпываться в неприятности с агрессивными одноклассниками и более старшими учащимися. Чаще всего свою значимость приходилось доказывать кулаками. Жестокие и бесчеловечные школьные драки служили для Джимми трамплином наверх, главенствованию в подростковых группировках. Стычки с такими же социопатами, как он, делали молодого Хопкинса еще более безжалостным и беспринципным. Тумаки, пощечины и прочие издевательства из Булли ставят трудного подростка на девятое место. Каждый из турниров под названием «Король железного кулака», устраиваемый корпорацией Мишима Цзайбацу, был больше, чем обычные поединки мастеров боевых искусств. Начиная с самого первого «Короля железного кулака», соревнования становились полем брани. Первого хозяина – Хиихачи, хозяина корпорации, его сына – Хезуя и внука Джина. Однако пятый турнир стал апогеем противостояния членов семьи Мишима. Ослепленные ненавистью друг к другу, каждый из них вознамерился победить в этой смертельной схватке, уничтожив заклеток соперников и захватив власть над всемогущей Мишима Цзайбацу. Они, наряду с 30-ю другими самыми сильными бойцами планеты, вышли на Рим, чтобы, умываясь кровью оппонентов, стать триумфатором бесчеловечного поединка. Шагая по трупам побежденных, эта троица взобралась на самые верх турнирной таблицы. Публика предвкушала невообразимого кровавого зрелища в сражение деда, отца и сына. Однако никто даже и не предполагал, что героем станет не один из них, а основатель корпорации Джинпачи Мишима. Пятый поединок. Король железного кулака из Теккен-5, превратившийся в кровавую семейную разборку, стал восьмым в нашем списке. Дадим вам пару минут передохнуть, а нашим виртуальным героям залезать раны. После рекламы мы вновь вернемся, чтобы показать вам, чем забавляются в средневековых тавернах, на что готовы пойти участники соревнований по боевым видам спорта, как расправляется со своими врагами проворнейший спецагент мира, и к чему может привести длительное заключение в тюрьме. Не переключайтесь. Полный контакт. Пощаде места нет. Цель только победа. На карту поставлено слишком многое. Таковы главные принципы тех, кто готов вступить в смертельную схватку с противником. Мы продолжаем обратный отчет самых жестоких драк цифрового измерения. Нелегко складывалась судьба Геральта, охотника за монстрами из Ривии. Его крепость, служившая домом и альма-матер ему и его братству, была разграблена дерзкими налетчиками, а многие друзья были убиты. Оскорбленный и рассверепевший Геральт отправился в большой город Визиму искать обидчиков. Но путь его складывался далеко непростым образом. Повсюду были враги и предатели. И защищать себя и свою честь приходилось неустанно. По дороге часто встречались трактиры, в которых находилось немало неотесанных деревенщин и прочих желающих почесать кулаки. Схватки один на один были не игрушечными. Вот где проявлялась грубая мужицкая сила и молодецкая удаль. Удары летели, что называется, от души. Устоять на ногах под такими оплюхами было непросто. Дерущиеся сильно рисковали своими боками и челюстями. А простым зевакам эти побоище доставляли бездну восторга. Часто эти забавы даже приносили деньги. Это, несомненно, скрашивало телесные страдания Геральта и давало ему больше возможностей осуществить свой план мести своим врагам. К кулачным боям в средневековых тавернах из Ведьмака сегодня отводится седьмое место. Приглашения на пятый мировой турнир по боевым единоборствам были вручены самым сильным бойцам планеты. В этот раз к пятнадцати опытным мастерам, уже заработавшим не один шрам на предыдущих подобных соревнованиях, присоединились двое новичков. Молодая китаянка Эйлин, владеющая стилем обезьяны, и Эль Блейз из Мексики. Но, несмотря на отсутствие опыта, решимости победить в кровавой схватке у них было не меньше, чем у соперников. Никто из спортсменов не скрывал готовности биться не на жизнь, а на смерть. И это не пустые слова. Их ждали бои в шестнадцати различных местах планеты. От жаркой пустыни до заснеженной тудры. И каждый из поединков мог стать последним для любого из них. Умереть в безжалостной схватке не боялся ни один из них. Ведь на кону было ни много ни мало звание величайшего воина планеты. Это обстоятельство могло бы стать поводом для безграничного уважения к бойцам. Если бы не одно «но». Турнир был всего лишь ширмой, скрывающей истинные корыстные цели у строителей. Компания «Джей-6» просто-напросто решила на крови и костях ничего не ведающих спортсменов довести до ума свой проект по созданию непобедимой машины смерти, совершенного убийцы, который должен был вобрать в себя боевые умения погибших бойцов. Цинизм, с которым устроители поступили с величайшими воинами планеты, ставит пятый мировой турнир по боевым единоборствам из «Верчуа Файтер 5» на шестое место – хит-парада самых кровавых мордобоев виртуального мира. Зачем гоняться за супероружием, когда есть собственные кулаки? Это правило, как никто другой, усвоил Джейсон Борн. Гроза всех сильных мира сего. Человек – оружие сам по себе. Этого сверхсекретного агента формально можно было бы назвать просто элитным киллером. Но на самом деле он являлся самым настоящим уничтожителем уничтожителей. Лишь самые отчаянные киллеры отваживались вступить с ним в схватку. Противники до последнего старались не связываться с ним в схватку. Но когда доходило до рукопашного боя, врагам оставалось только молиться. Удары Борна оглушали, разили, сминали, вышибали душу из того, на кого были направлены. Было совершенно невозможно предугадать следующее движение Борна. В драке он был проворен и нечеловечески вынослив. Своей мгновенной реакцией, безупречной технике боя, а также тончайшему чутью, Борн был обязан как хорошей боевой школе в западных спецслужбах, так и собственному природному дару. Именно благодаря горючей смеси этих компонентов в одном человеке Борн был опасен даже для своих работодателей. Непревзойденная манера Джейсона Борна нейтрализовать врагов голыми руками из The Born Conspiracy прочно укореняется на пятом месте самых техничных драк виртуальности. Он был прожженным уголовником. Таких отправляли только в тюрьмы особо строгого режима. На сей раз пристанищем Ридика стала зона с символичным названием бухта Мясника, расположенная на удаленной заброшенной планете. Все отбросы общества, находившиеся там, были оставлены на произвол судьбы и охранников. Выживет, может продолжить мотать срок до конца дней, сдохнет еще лучше. А не дожить до старости, возможностей была масса. Одним из способов уйти из жизни были кулачные бои, которые устраивались в одном из тюремных дворов. Зэки всех мастей сходились в очерченном круге один на один и начинали выколачивать друг из друга дух. Ни о каких правилах не было и речи. Либо выигрываешь, либо тебя забивают до смерти. Единственным условием было не выходить за пределы круга. В противном случае расстрел на месте сторожевыми роботами. В драке в ход нередко пускались самодельные кастеты и отвертки. Кто-то таким жестоким образом зарабатывал авторитет и местную валюту — сигареты. Для Ридика это был лишь один из пунктов его плана побега из этого проклятого места. Так случилось, что даже начальник охраны бухты мясников замертво пал от его стальных кулаков. Смертельные спарринги в тюремном дворике из хроника Ридика побег из бухты мясника. Они так и продолжают находиться на четвертой позиции нашего хит-парада. Совсем скоро мы вернемся с тройкой самых беспощадных рукопашных боев по ту сторону экрана. Это будет абсолютно кроваво и совершенно жестоко. Оставайтесь с нами. Виртуальные битвы, о которых пойдет речь сейчас, несправедливы, вероломны, жестоки. И в них нет места жалости и сострадания. Они оба искали Джейд. Оракул, чтобы его оранжевый клан возвысился над миром. Лукас, чтобы спасти человечество от гибели. В приюте, где находилась девочка, они очутились почти одновременно. Им ничего не оставалось, кроме как сразиться один на один за ребенка Индиго. Там, на крыше здания, два человека в отчаянной бескомпромиссной схватке решали судьбу планеты. Обладая сверхъестественными способностями, они, нарушая все физические законы, творили настоящие чудеса. Противники наносили друг другу удары руками неимоверной силы. Они могли бы разрушить и кирпичную стену. Останавливая время, они зависали в воздухе, чтобы сосредоточиться и сделать коварный выпук. Оракул, используя свою энергию, металловый лукас и кирпичи, который тот с легкостью отбивал, не обращая внимания на раны на перебинтованных руках. Сила гравитации расписалась в своей беспомощности. Они бегали по стенам и вертикальным металлическим конструкциям, словно по ровному асфальту. Казалось, что вот-вот снег и лед на крыше начнут таять. Такая жаркая была битва, ведь на кон был поставлен вопрос о выживании людского рода. Эта схватка Лукаса и Оракула за ребенка Индиго из Фаренгейт заслужила третью позицию хит-парада самых зубодробительных драк виртуального мира. Этому сражению было суждено стать историческим. На верхней палубе крейсера Аутер Хевен встретились добро и зло. Темная и светлая сторона, два непримиримых врага, два сына Биг Босса, два Снейка Ликвид и Солид. Им предстоял последний бой. Бой двух титанов напичканных нано-машинами. Никакого оружия, только стальные кулаки и нано-инъекции. Удары, которые они наносили, с легкостью могли бы пробить бетонную стену. Соперники, словно заправские борцы или безжалостные рестлеры, использовали весь арсенал запрещенных приемов. От бросков ломались кости, но бойцы, превозмогая бой, вставали, чтобы броситься в бой. В воздухе пахло жестокостью и яростью, выплескиваемой противниками. Порванные мышцы, разбитые в кровь лица, сломанные пальцы, они не щадили ни себя, ни врага. Не видно было ни конца, ни края этой кровавой битве, победителем которой, казалось, не станет ни один из Снейков. Обессиленные, они из последних сил стояли на ногах, сопротивляясь натиску друг друга. Но все-таки добро победило зло. Солид Снейк одержал трудную, но такую важную победу, поставив жирную точку в противостоянии силами зла, олицетворением которых стал его брат. Поражение Ликвида в Metal Gear Solid 4, ставшее эпохальным, заслуживает почетной второй позиции в списке самых кровавых рукопашных поединков игровой вселенной. Что же за бой взял верхнюю строчку сегодняшней турнирной таблицы? В каких разборках ярость проявилась во всей красе? Об этом вы узнаете после того, как мы вновь проследим за девятью стычками, претендовавшими на первенство. Открыла наш хит-парад настоящая война, развязанная обезумевшими рэперами за власть надзвукозаписывающей компанией Def Jam Icon. На девятом месте жестокие стычки трудных американских подростков из Бульны. Восьмую позицию занимает кровавый турнир Король железного кулака из Tekken 5. На седьмой строчке оказались грубые кабацкие драки, устраиваемые в окрестностях города Визимы из Ведьмака. Шестым стало цинично организованное бойцовское соревнование из Virtua Fighter с целью создать самое мощное оружие. На пятую ступеньку шагнула безупречная техника Джейсона Борна из The Born Conspiracy, которой боялись даже самые опасные киллеры. Четвертое место занято ужасными тюремными драками криминальных элементов из Хроники Ридика побег из Бухты Мясника. Под номером 3 числится сверхчеловеческий бой среди снегов и холода между Лукасом и Оракулом из Фаренгейт. Почетное второе место занимает судьбоносная схватка Ликвида и Солида Снейков, двух генетических братьев, наделенных нереальной силой из Metal Gear Solid 4. А теперь приготовьтесь посмотреть на бой превзошедший все остальные по своей кровавости и жестокости. С самого начала времен Вселенная была построена на яростном противостоянии. Начиная с эпохи старших богов и единой сущности между составляющими мироздания шли ожесточенные войны. С тех пор, как все разделилось на шесть отдельных реальностей, в каждом из миров на протяжении тысячелетий выросло такое количество воинов, что это грозило катастрофическими последствиями. Тогда всеми мирами было решено раз в несколько сотен лет проводить смертельные битвы. То были неимоверно жестокие и кровопролитные турниры, на которых сходились один на один лучшие бойцы из всех реальностей, естественного и сверхъестественного происхождения. Живые и мертвые, воскрешенные и пребывающие в состоянии несуществования. Эти войны в буквальном смысле рвали друг друга на куски всеми известными способами. Практически никаких правил в поединках не существовало и в бою мог быть только один победитель. Особо опытные участники турнира ставили точку в своих схватках с помощью так называемых фаталити, мощнейших фирменных приемов, зверски лишавших жизни противников. Ужасные и беспощадные бои за завоевание соседних измерений из Mortal Kombat сегодня по праву занимают высшее место среди самых жестоких мордобоев по ту сторону экрана. Только что своими глазами вы увидели безумство смерти в десяти невероятно жестоких и зубодропительных драках по ту сторону экрана. Если ваши собственные глаза остались целы после таких виртуальных ударов, то в следующих выпусках они узрят новые отрицательные грани цифрового зазеркалья. И вам вновь будет страшно и интересно.